Итак, прямо сейчас, внимание, барабанная дробь! Это на самом деле мы сейчас не шутим. Дело в том, что наш коллега, корреспондент Никита Герасимов, находится в Красноярском кадетском корпусе. Там ежедневно в утреннем построении принимают участие специальный взвод барабанщиков. А также, дорогие друзья, они выступают на различных торжественных мероприятиях. Никита, сколько ребят в взводе! И в чем главная их функция? Что ж, друзья, что вы можете сейчас наблюдать? Сейчас мы находимся в Красноярском кадетском корпусе. И перед вами маршируют все взводы этого кадетского корпуса. Ну и, конечно, самые яркие из них, это, посмотрите, взвод барабанщиков. Как ребята ярко и красиво играют. Это все главное синхронно. Смотрите, на что можно обратить здесь внимание. Как бы это у них традиционно происходит каждый день. Подъем в 7 утра, в 7.30 завтрак. Все по своим личным делам. И вот уже здесь в 8.30 у них вот такое вот шествие проходит. Ну и посмотрите, барабанщики. Это, в принципе, ученики 8, 9, 10 классов. Очень молодые и очень талантливые ребята. Ну, давайте, не буду мешать вам, насладитесь. Все, все. Помешал я вам насладиться торжественным исполнением. Ну что ж, хочется, конечно, пообщаться. В данный момент хочется пообщаться с заместителем директора Красноярского кадетского корпуса Валентином Васильевичем Захряпиным. Но это пока что невозможно, потому что все-таки военные не подчиняются законам телевидения. И несмотря на то, что у нас прямой эфир, марш будет продолжаться. Но, возможно, посмотрите, как эти молодые, юные, будущие военные, Какие орлы, посмотрите, как они прекрасно выглядят. Нога в ногу, звук просто прекрасный. Можно даже пройтись немножко, посмотреть, что происходит. Тут, получается, ребята, которые уже отмаршировали, они уже уходят сразу на занятия, которые начинаются у них 8,50. Также происходило торжественное поднятие флагов. Это тоже ежедневно у них. Вот, ребята, какую профессию себе выбрали с самого детства. Решили стать настоящими мужчинами и вести такой образ жизни. Ну, я думаю, нам самое время подойти к нашим юным барабанщикам и задать им пару вопросов. Пойдемте. Ребят, не убегайте, пожалуйста. Привет, как тебя зовут? Здравствуйте, меня зовут Данил Панашин. Ну, расскажи, вот, как долго ты учишься вот этому барабанному делу? Барабаном я занимаюсь с восьмого класса. Как раз, когда был юбилейная дата Парада Победы, 70 лет было, я только начал заниматься и первый раз пошел на парад. А вот вообще вы часто выступаете? Может быть, на каких-то мероприятиях? Да, выступаем на мероприятиях, на разных происходят всякие концерты. И нас вызывают туда, чтобы там играть. А как ты считаешь, вот, наличие такого барабанного взвода, оно вот зачем оно нужно? Ну, я считаю, что это как-то отличает нас от всех других кайетских корпусов и военных подразделений. Нигде больше нету барабанного взвода, только в нашем кайетском корпусе. О, как замечательно. Ну, давай еще зададим вопрос другому парню. Привет, как зовут тебя? Меня зовут Игорь. Вот, Игорь. Так, сколько тебе лет? Мне 17. Вот, 17 лет. Ты уже сколько занимаешься игре на барабанов? Ну, тоже с 8 класса, 3 года, сейчас в 11. Ну, и как вообще, почему ты решил посвятить себя именно вот этому, получается, музыкальному инструменту? Ну, потому что я считаю, что именно барабаны организуют походный строй. Да, да, да. Именно барабанщики задают темп. Да, и самое, что интересно, очень гармонично смотрится. Да. Ага, ну, вот еще тут парни стоят, давайте спросим. Ну, вот, ребята, вы на 9 мая в шествии участвовали? Да. А где именно? Ну, в составе отряда барабанщиков. Вот, тебя как зовут? Николай. Николай. Ну, вот, а ты уже сколько играешь? Ну, так же, как и все, вот, с 8 класса. С 8 класса, вот здорово. Ну, ты как вообще считаешь, ты вот дальше как хочешь свою карьеру, чтобы она сложилась? Ты пойдешь, наверное, может быть, в какой-нибудь военный оркестр? Ну, в военное, а насчет оркестра, ну, если он будет в моем вузе, то да, буду так же барабанщиком. Так, ага. Вот, ну, и ты вот расскажи, как тебя зовут? Меня зовут Иван. Что это у тебя в руках? Это танчбух. Ага, а ты почему-то вот так отличаешься сильно от остальных? Я, получается, являюсь дирижером коробки барабанщиков. Ага. И ритм зависит от меня, то есть я могу сделать его быстрее и медленнее. А, то есть ты, получается, как дирижер главный, да? Да. Ну, и вообще, как ты считаешь, занимаешься полезным делом? Я считаю, что да. Да? Я руководитель этого взвода. А, замечательно, здорово. Поздравляю тебя, ладно. Пришло время нам пообщаться. Здравствуйте, Валентин Васильевич. Это Валентин Васильевич Захряпин, заместитель директора Красноярского кадетского корпуса. Ну, расскажите, пожалуйста, это вот ваши воспитанники? Гордитесь ими? Ну, есть чем гордиться. У нас в кадетском корпусе нашем есть и победители краевых, зональных олимпиад по предметам школьного обучения. Поэтому вот то, что они внешне показывают и показали на 9 мая, говорит о том, что в здоровом теле здоровый дух. Ну, а как вы считаете, вот что дает это ребятам? Вот игра на барабанах вообще, вот это вот, получается, то, что вот они ходят с троем каждый день, как вы считаете? Это воспитывает в них сразу с детства двух настоящих мужчин? Воспитывает, прежде всего, чувство вот товарищества, чувство локтя, когда каждый в строю, едя, понимает, что если он пойдет очень неважно, то он подведет не только себя, подведет своего товарища, подведет свой строй, взвод, роту и так далее и тому подобное. Вот это одно из основных таких моментов, связанное с организацией, с дисциплиной, организованностью, уметь мобилизовать себя, когда необходимо. Это вот определенным фактором является и строй, все военизированные наши, вся составляющая позволяет им быть более организованным, ну, может быть, мобилизованным. Ладно, большое спасибо, что разрешили нам сегодня здесь поприсутствовать. Мне уже подсказывают, что у нас время выходит. Спасибо еще раз за такое замечательное исполнение, за то, что показали нам вот юное подрастающее поколение, на которое можно надеяться. Ну, что ж, прямо сейчас я передаю слово студии. Спасибо большое, Никит. Я вот смотрю, что Никита весь в музыке, весь в песнях. Вот интересно, как он доехал до кадетского корпуса.